Жизнь это мир, в котором так много дорог, как выбрать ту единственную, которая приведет к счастью, наполнить жизнь смыслом. Что такое счастье? Для каждого оно свое. Моя любовь к детям, творчество, мой общительный характер привели меня в профессию педагога. Что значит слово педагог? Кто он? Каким он должен быть? Наставник, мудрец, человек. Думаю, что педагог это не просто профессия, это призвание. Почему я выбрала эту профессию? Сама профессия выбрала меня. Что удерживает меня в ней? Этот вопрос я задаю себе постоянно. Ответ однозначен. Это моя любовь к детям и ответная любовь ко мне. Я счастливый человек, потому что работаю инструктором по физической культуре в детском саду. Назвать легкой мою работу нельзя. Это кропотливый ежедневный труд. На мне лежит огромная ответственность за воспитание маленького здорового человека. Одной из ведущих задач, на решение которых направлено в ФГУ с дошкольным образованием, является сохранение и укрепление здоровья детей. Моя прямая обязанность стремиться к решению этой задачи. Заинтересовывая и увлекая детей миром здоровья, я вношу разнообразие в учебный процесс через применение методов и приемов разных педагогических технологий. Здоровья сберегающих, игровых, личностно ориентированных, информационно-коммуникативных, технологий проектной деятельности. Принципами своей работы считаю принципы здоровительной направленности. Главное правило – не навреди здоровью. Принцип разностороннего развития личности. Здоровом теле – здоровый дух. Принцип индивидуализации. Возможности и здоровье у всех разные. Принцип единства всех участников образовательного процесса. Окажем друг другу помощь и поддержку. Инновацией моего педагогического опыта считаю внедрение в практику тематического флешмоба, забавных физкультуринок, степаэробики, игрового стретчинга, пластического балета. Для себя поняла главное – педагог должен год от года самосовершенствоваться, меняться, идти в ногу со временем, чтобы быть современным и интересным для своих воспитанников. И у меня это получается, потому что каждый день вижу пытливый взгляд, горящие и понимающие глаза, желание детей идти на мои занятия и узнавать новые. И я счастлива от того, что детям нравится учиться. И я вижу результаты своего труда. ФГО с дошкольным образованием отвечают новым социальным запросам и уделяют большое внимание работе с родителями. Поэтому я стараюсь вовлечь семью в единое образовательное пространство. Считаю, что совместная деятельность не только обогащает, но и объединяет детей и взрослых в общих делах, восполняя дефицит родительского внимания. Поиск новых форм работы с родителями для меня остается всегда актуальным. Показателями эффективной работы с родителями является увеличение посещаемости спортивных мероприятий, создание доброжелательных, доверительных взаимоотношений между воспитанниками и родителями, повышение удовлетворенности семьи работы дошкольного образовательного учреждения. Деятельность педагога – это постоянное саморазвитие, самообразование, непрерывное обучение, посещение различных семинаров, курсов, мастер-классов – еще одна составляющая моей профессии. И если ты не стремишься к самосовершенствованию, успешной профессии, ты вряд ли станешь. Я педагог и понимаю, что должна выглядеть на все сто. Какое настроение я подарю окружающим, таким и будет их день. И поэтому стараюсь быть веселой и доброй. Главное – улыбка от сердца. Улыбка как показатель внутренней самодостаточности, уверенности в себе. Улыбка – знак доброжелательности и уважения к людям. Вооружаясь хорошим настроением, я щедро дарю его. Поразмышляв обо всем, прихожу к выводу – детский сад – это мой второй дом. Ему отдаю все свое время и силы. Жить по-другому не умею и не хочу. Утром с радостью иду в детский сад, чтобы снова и снова встретиться с детьми, коллегами, моими единомышленниками, живущими со мной в одном ритме жизни. А вечером усталая, но счастливая, иду домой, где меня ждет моя семья. Я исключительно счастливый человек, потому что нахожусь при своем любимом деле.